Добрый день! Добрый-добрый вечер всем, кто к нам подключился. Доброй ночи всем, кто смотрит нас там, где уже действительно по факту ночь. У микрофона, друг, это студия игрокам ТВ. Мы подключаемся на финал Винров Меджер Алл Старс Торнамент. У нас команда Asus Puller против Team Empire встречается, и это нереально лютейшая катка между крутейшими российскими командами. Не побоюсь этого слова. Сильнее них я даже не знаю, кто может быть. Видите, это два топ-коллектива. ВП имеется, но ВП Полар некогда. Теперь называется Asus Puller, а их еще один состав, Virtus.pro, явно уступают Полярным Медведям, потому что... Ну, потому что так получилось, потому что по набору персонажей здесь, конечно, нереально крутой подбор. Ну что, у нас пик уже прошел Team Empire. Забрали себе Дазла, Бристлбека, Туска, Шадоуфинда и Шейкера. Со стороны Поларов, Вивер, Свен, Дум и Брюмастер. Также Vengeful Spirit отходит у нас Лилу. Начинаем смотреть этот матч. Только что мы посмотрели буквально несколько минут назад, как NIP выбили из сетки лозеров команду Power Rangers, еще один СНГ коллектив. Он, к сожалению, с нами прощается, и, к сожалению, мы с ним тоже прощаемся. А вот Empire против Asus Puller готовы побороться за грамм-финал, за победу в этом, безусловно, крутом турнире. По персонажам давайте сразу разберемся, кто на ком играет. Йоко у нас отыгрывает на Шейкере, Always One Offline на Дазле. Resolution играет на SF в Миде, Aloha Dance на Tusk и Silent на Бристлбеке. Со стороны команды Polar, God, Ray, Make, Xiao. Что это, черт побери, такое? На Свене отыгрывает, Иллидан у нас играет на Вивере, Мак на Думе, Фобос на Брюмастере и Лил играет на Vengeful Spirit. Команды готовы, команды, я так понимаю, настроились по-боевому, а как иначе здесь настраиваться? Здесь, если не по-боевому, то, я думаю, даже было бессмысленно в лобби заходить. Ну, собственно, команды расстановку раннюю уже организовали. Здесь Иллидан, если что, попытается через Шукучу украсть руну, получится ли у него. Йоко стоит уже, отжимает и кастует Фессуру постоянно, постоянно, постоянно. Ну, все. В принципе, отжали руну в топе игроки команды Empire, а игроки команды Asus смогли забрать руну внизу. Как я понимаю, Фобос, да, забирает руну? Да, Фобос уже имеет половину первого левела и в миде стоять будет против Resolution. Resolution на SF и Фобос на Брюмастере. Ну, как это не назвать крутым противостоянием, я не знаю. Игроки крутые, игроки известны. Resolution некогда молодой, а теперь, в принципе, уже опытный игрок, который является одним из крутейших вообще персонажей в современной СНГ Доте. Крутейший мидер. Вот, и против него играет Фобос. Фобос опытный и тоже небезызвестный игрок команды Asus Polar. Подошли команды, в принципе, к данному этапу без поражений в плей-оффе. Ну, разумеется, если бы были с поражениями, не играли бы здесь. Понятное дело, что вынесли всех вполне уверенно. Илидан, давайте сразу по лайнам разберемся. Илидан у нас стоит в топе, фармит, ему помогает Лил. В сложной стоит маг на думе. Магу в сложной на думе мешает Сайлент на Бристлбеке и Алоха Дэнс на Туске. Always Wanna Fly отправляется у нас в лес. Resolution на миде и в сложной у команды Empire стоит Йоку. Со стороны команды Power Rangers... Ой, Power Rangers заплетается уже язык. Только что Power Rangers против Нипов были. Power Rangers мы больше здесь ни в коем случае не увидим. У нас здесь Свен. Свен, я так понимаю, саппорт, как мне видится. Да, здесь Свен саппорт и это нереально круто. Свен саппорт это одна из моих любимейших... Вообще одна из моих любимейших ситуаций в доте. Свен саппорт, Алхимик саппорт. Те саппорты, которые в итоге так много вывозят, что даже керри за ними не поспевают. Ну что, Свен стоит здесь, собирается забрать руну. Йоко подходит сюда и начинается рубка. Стан прошел у нас от Свена. Йоко получает по горбу. Йоко отсюда уходит. По бревну настучали. Йоко-Йоко пока что второго левела. Где он его взял, я не очень понимаю. Видимо... А, Йоко стоит в сложной. Да, Йоко стоит соло в сложной. Соло сложная. Шейкер. Ну, этим и отличаются. Команда инновациями и какими-то вещами, которые, в общем-то, необъяснимы простому дота-обывателю. В спину заходит к Йоко у нас Свена. И, скорее всего, это будет Фёстблад. Фиссура пошла в Элидана. Но здесь продолжают гнать Йоко. Йоко уходит в кусты. Элидан должен подсветить, потому что стан кого-то да нужно дать. Йоко проедает у нас деревья. Стан прилетает от Свена. И первый фраг отходит для команды Эмпайр. Тем временем Туз приходит сюда. И Свена тоже, я думаю, никто не хочет отпускать. Но Алохаденс без маны. Здесь, собственно, делать ему нечего. Фёстблад отходит у нас. Полар, Элидан зарабатывает первый фраг. И это мейнкерри команды Асус. Понятное дело, что скоро с ним будет очень сложно общаться всем игрокам Тим Эмпайр. Тем временем перемещаемся на мид. Что у нас по фарму? Резолюшн имеет 12 на 6 крипстату Фобоса. А крипстат 12 на 3. Команды в плане мидов, в общем-то, ровно идут. Куда у нас Дум отправляется? Где у нас Дум? Дум у нас отправляется в лес. Сейчас мага выдавили из своей линии. И маг вынужден кое-как подъедать крипов в лесу. У мага лоу хп, у мага 640 по голде. Надо покупать какой-то тапок. Потому что так ходить и бегать можно ничего к 48 минуте и не вывести. У Лила вообще ничего нет по артефактам. Где все его артефакты? Непонятно, где все его артефакты. Что вообще случилось с Лилом? Как-то я немножко прошляпил этот момент. Посмотрим, что у Лила дальше будет появляться. Ну, Лил, короче говоря, на абсолютном ноле. Ну, его дело сейчас водить крипов. Делать дабл стаки. Это у него пока что получается хорошо. Еще бы это у него не получалось. У Иллидана пока что все в порядке тоже с фармом. На первом месте по крипстату у нас Сайлент. Сайлент стоит в легкой. Сайленту никто не мешает. Раз придет маг, маг получит. Маг отсюда уйдет. Сайлент, в принципе, фармит очень круто. 456 на руках. Но это после ПТ, после Ставт Шилда. И не юзал, в принципе, хилки. Разве что два танго съел. Но это вообще не считается. На пятой минуте Иллидан... Ой, Иллидан. Сайлент практически не битый. Иллидан, соответственно, в легкой стоит фармит со стороны команды Полар. Давайте глянем, как у нас по фарму дела обстоят. Эмпайр пока что фармит получше. И фармит получше на 500 с копейками. По XP тоже порядка 750 выигрывает у нас Империя. Фобос на миде. Грейдит себе стик. Есть Boots of Speed. У Resolution на миде. После Boots of Speed есть Rise Band. И что-то летит Resolution. Но Resolution улетит не что-то. Resolution улетит Банка. Также Sage Mask. И скоро появится Ring of Protection. Будет Aquila Resolution. Resolution на миде на SF. немного получше, чем Фобос стоит. 25 на 11 у него. И 21 на 4 у Брюмастера. Ну, ясное дело, здесь еще и Resolution занимается убийством нейтральных крипов. Вот это особенность Radiant половины. Понятное дело, что какие-то преимущества здесь имеются. Здесь есть преимущества в плане Рошана. Ну, хотя бы пофикшены. Но, тем не менее, преимущества. А здесь преимущества по вопросу фарма крипов. Надо убирать этих ребят отсюда, чтобы можно было фармить Койлами. Которые, кстати, у Resolution вкачаны в макс. Ну, и Некромастери тоже здесь замакшен. Собираются у нас здесь игроки команды Asus Polar. Пока что экшена никакого, я так понимаю. Разбили варды, видимо. И поставили еще один вард на лайм. Видимо, будут караулить курицу, как я понимаю. У Лила по-прежнему ничего нет в этом билде. Но зато есть 470 по голде. Возможно, что-то докупит. Пока что Лил немножко странно выглядит. Фобосу прилетает Грейжиный Стик. Прилетает... Так, банка здесь давным-давно была у Фобоса. Есть, если что, баунти руна. Так что банка будет полной. Ну, один фраг всего у нас был сделан на топе. Йоко у нас первым отправился в таверну. За счет того, что Свен вышел и помог. Или да, ну, разобрать на запчасти нашу корову с бревном. Что у Бристлбека? У Бристлбека, в общем-то, все хорошо. Я так понимаю, по фарму. По-прежнему на первом месте у нас Сайлент по Крипстату. На втором месте он по фарму общему. Ну, тут сыграл свою роль Фёстблат, которую Элидан смог забрать. У Элидана уже имеется Мидас и будет он явно отрываться по Нетворсу. Видим, что по Крипстату 50 на 24, а здесь 41. И тем не менее, видим, что по общему Нетворсу, конечно, Элидан опережает своего... Не номинального, но тем не менее, соперника Сайлента. Шейкер уходит у нас вообще с лайна и отдает пустой лайн для фарма Элидану. Правильное ли это решение, мы потом посмотрим. Элидан может, в принципе, теперь делать все, что хочет. И линия держаться будет на этом уровне. Никто отсюда уходить не собирается. Always Wanna Fly на данный момент имеет 4-ый левел. 5-ый левел у Шейкера у нас насобирал себе на сложный Алоха Дэнс. 3-ый левел вкачанный Лед есть и вкачанный Сноубол. Что с Резолюшеном? Резолюшен имеет Рингов Аквила и выходит в Пауэр Трэдс. Сам себе делает стаки. Непонятно, почему он сам себе делает стаки. Если здесь есть пока что бесполезный Йоку. Бесполезный не потому, что ничего не может сделать, а потому, что просто не используется. Ну, сам себе делает стаки Резолюшен. Но это его дело и дело его команды. Резолюшен на миде. Готовится выход на него, как я понимаю. Фобос здесь. Прилетают сюда моментально игроки команды Эмпайр. Фобоса зацепили. Фобос отсюда... Уходит отсюда Фобос. Праймалт Сплит провязал Фобос и пошел в ответку наваливать Туску. Уводит земляную панду. Здесь на всякий случай есть Свен. Поднимает ветра и просто две панды развлекают всю команду Эмпайр. Огненная панда еще по-прежнему жива и на лоу хп Фобос уходит из этого файта и правильно делает. Нечего там сражаться, когда у тебя 150 хелтс поинтов. Вивер тем временем на топе 1100 уже у него есть на руках. 1200 даже у Илли Дана. Это все после Мидаса, после Буссов Спид. У Йоку пока что ничего не имеется, кроме Сол Ринга. Также покупает Рингов Протекшн, но ждем. Должны появиться Транквилы. У СФа тем временем появляется рецепт на Хедреску. Резолюшн будет выходить в классического на данный момент СФ. СФа, который вывозит Мекку с Мид Лейна. Девятая минута. Пока что Мекки нет. Резолюшн на третьем месте по фарму. 4000 у него, 4700 у Вивера. Вивер чувствует себя поувереннее. Ну, Илли Дану никто не мешает. Я еще раз об этом говорю. Почему Илли Дану никто не мешает? Мне непонятно, что хочет команда Эмпайр в итоге получить от Илли Дана. Мне не ясно. Ну, готовится выход. Ну, готовится выход, я смотрю, от команды Асус Полар. Готовы они зайти в спину Йоку. Йоку их видит. Йоку провязал у нас Сол Ринг. Юзает Фессуру. И зря Илли Йоку юзает Фессуру. Потому что здесь сейчас бы на подсейф она могла бы быть. Always Wanna Fly. Видит ли он команду Эмпайр? Нет, команду Эмпайр он не видит. Алоха Дэнс ловит у нас Стан. Маг здесь. Маг имеет Дум-Дум. Отправляет в Always Wanna Fly. Сноубол куда летит? Сноубол. И можно ли драться будет? Можно драться. В принципе время кое-какое Алоха Дэнс выигрывает. Уходит отсюда также Алоха Дэнс живой. Словит всю команду Асус Полар. Очень сильно проседает Свен. Свен здесь погибает. Забирает этот фраг Даззл. Ну что, хотели убить Даззла. В итоге сами умерли. Даззл переживает Дум от Мага. И Даззл умудрился еще и фраг забрать. 1-1 становится счет. Погоня за Иллиданом. Ну Иллидан в принципе на эту погоню ему плевать. Уходит отсюда. И у Зайд Стики. У Иллидана есть ринг оф хеллс. И у Иллидан выходит в раннюю. Ну относительно раннюю линку. По фарму он на первом месте. А значит более ранние артефакты чем у Иллидана. Даже непонятно у кого могли бы появиться. Здесь есть у него таймлэпс. Еще не проюзал он его в данной ситуации. Можно в принципе попытаться разменяться с хп. Хотя с кем размениваться? С Сайлентом у которого есть вангвард? Я бы не стал это делать. Это явно опрометчивое решение. Если вдруг Иллидан его примет. Хотя это по-моему я сам придумал. Чего я вообще это обсуждаю? А Сайлент вместе с Always One Offline собираются выходить на топ лейн. В принципе барак здесь. Барак тауэр практически не тронутый. С крипами можно попробовать и побиться. Машинка есть. Крипы некоторые есть. Можно попытаться что-то дозделать. У Иллидана прокачка в принципе классическая. Единственное что нет сформа. Меня бы за отсутствие сформа в пабе просто уничтожили бы тиммейты. Но здесь профессиональная игра. И конечно же Иллидан лучше всех знает как играть на своем персонаже. Выходит у нас команда Эмпайр на первый тауэр по топу. Ульта пошла от Дазла. Поймал ее и Сайлент и Вивер. Виверу лучше здесь не драться. Прилетает сюда Свен. Будет ли драка? Также выходит у нас спину Мак. Always Wanna Fly здесь 100% рассыпается. Также надо ловить Сайлента без вопросов. Погоня за Сайлентом в таймлапс уходит у нас Вивер. Но решили не бить Сайлента. Еще один удар бы и еще один спрей от Бристлбека. И неплохо бы огреб. Иллидан умирать на ровном месте было бы глупо с его стороны. 1-0-1 у него. КДА 970 на руках. И Ring of Hells имеется уже в этом билде. В Стэшет скоро я думаю появится и Войдстоун. Что у нас у мид персонажей? Резолюшн имеет Мекку после Мекки 900. А значит Мека появилась минуты 2 назад у Фобоса. У Фобоса ничего кроме одной смерти пока что не имеется. 2000 есть по голде. В Даггер выходит Фобос. Это в принципе понятно для всех. Но пока что Даггера нет. 12-13 даже минута подходит к концу. Фобос без Даггера. Что по фарму? Резолюшн выходит на первое место по фарму. Вытеснили Вивера со своего лайна. Соответственно фармить теперь не будет так комфортно или да. Но Резолюшн все это время стоял фармил. Причем фармил не только свою линию. А это мид линия которая фармится. Ой-ой-ой как. Он еще фармил и стаки. Сам себе делает мульти спауны. Пожалуйста. Сам себе хозяин на миде. Резолюшн. В принципе здесь кучу крипов забирает. У Резолюшна уже если что есть. Requiem of Souls 2-го лейвла. К 11-му лейвлу все нормально. Все качнул. Ну и дальше пойдет прокачивать пассивку. Пока что... Пока что СФ чувствует себя более чем уверенно. 7200 у него общий нетворс. И Иллидан уступает ему уже на 700 по голде. В чужой лес отправился у нас Иллидан. Правильно ли он это делает непонятно. Видит он в принципе Резолюшна. И сейчас мы увидим первую драку между этими серьезными ребятами. Будет ли наваливать Иллидан? Будет наваливать Иллидан. Но это до поры до времени. Надо отсюда уходить. Фиссуру проюзал Шейкер. Попал он и по инвизному Иллидану еще раз тотемом проверил его. Я думаю Иллидан может здесь и огрести. Очень плотно уходит в таймлэпс. Но здесь его видит СФ. Будет ли давать Койлы Резолюшн в инвизного Иллидана? Нет, не будет. Иллидан уходит отсюда. 1200 у него есть на руках. Это все после ПТ, после Аквилы. Еще и ульту получает он от Дазла. Но это ульта в никуда. Потому что Резолюшн уже отправляется на базу Хилица. Здесь сразу 4 игрока команды Асус Полар. И сразу 5 игроков команды Эмпайр. Они готовы сражаться и готовы забирать первый тавер по нижнему лайну. Вверх. Видим уже упал. Тир 1 лежит у команды Асус Полар. У команды Эмпайр пока что все товара на месте. Почему Эмпайр решили, что у них пуш стратегия мне непонятная? И почему Асус ничем не отвечает? Тоже не ясно. Фобос с даггером врывается. Резолюшн ловит ульту. У нас от мага Резолюшна скорее всего не получится засейвить. Кое-как в Сноуболе еще держит его туск. Но Резолюшн неплохо еще наваливает. Хотя за ним погоня. Резолюшн разваливается на куски. И здесь скорее всего догорит Свент. Эхо Слэм пошел у нас от Йоку. Йоку забирает Дума. Также у нас на лоу ХП отъезжает Свент. Новый Сфон оф Лайп неплохо так по горбу на получал от Фобоса. Фобос забирает этого персонажа. По итогу файта 3 в 2 разменялись команды. Полар втроем отправились в таверну. А Эмпайр заработали чуть-чуть золота и чуть-чуть Экспы. Тауэр тем не менее забрали. И Эмпайр я думаю на данный момент возглавляет у нас графики. 3000 по голде и чуть меньше 1000 по Экспе. Но при этом упал Тауэр на топе. Упал Тауэр на ботами. Только что мы это видели. И скорее всего будет выход на Т1 по миду. Все товара стоят практически нетронуты. Элидан что-то здесь ковыряет. Но это недолго. Это явно недолго. Прилетает сюда Резолюшн. И теперь Элидану лучше бы отсюда по-хорошему бежать. Что у нас у Эсэфа? У Эсэфа есть рецепт на БКБ. У Эсэфа есть Огрклаб. И в птице ничего пока что нет. Видимо перед смертью Резолюшн решил купить Огрклаб. Ой Огрклаб рецепт. Чтобы не тратить деньги. Ну правильное решение. В принципе почему отдавать золото в никуда. Первый выход на Рошана как я понимаю. Да первый выход на Рошана. Вижен у команды Асус Полар имеется. Они прекрасно знают где находятся их соперники. Они прекрасно это знают. Здесь разведка Сигилом. И никто не подходит. Полар просто отдают Рошана своим оппонентам. Не собираются они драться ни с кем. И не знаю верно ли это. Верно ли это. Хотя с другой стороны в узком пространстве. Драться против Эсэфа с ультом. С Меккой драться против Дазла в узком пространстве. Против Туска. Ну я думаю это подобно смерти. Еще и Шейкер здесь с фиссурой. Да и кучей. Короче говоря на Рошане ситуация у Полар явно не в их пользу. Так здесь у нас Элидана пытаются зацепить. Сайлент его отгоняет. У Сайлента уже практически собранная Сенжин Яша. Лейт оф Алакрити есть. Есть рецепт. Остается 100 голды до Бандафа Элвен Скин. Вивер дал о себе знать. Пару тычек в спину дал резолюш. Бристлбеку Бристлбек этого даже не почувствовал. 1749 по хп. На данный момент у нас у Сайлента. Сайленту вообще бояться здесь нечего. Дум дадут. Да плевать вообще на Дум. Свен будет бить с ульты. Плевать на Свена. В принципе на все плевать Сайленту. Сайлент нормально на фармил. Он делит первое место с резолюшеном. Так. Драка у нас началась. Свен по хп проседает. Тотем еще один от Шейкера. Свен отправляется в таверну. И уходит у нас отсюда практически вся команда Полар. Раскладывается у нас в Праймал Сплит. Фобос поднимают. Ветра у нас СФ. ФСФ разрультиться не сможет. Драка разделяется на несколько частей погоня здесь за Сайлентом. Сайлент непонятно почему убегает. Ульта резолюшена с руки наваливает разрультившемуся Свену. Еще один Койл погибает Свен. Драка по итогу 1 в 1 заканчивается. И заканчивается она я думаю в пользу команды Эмпайр. Так и есть. Еще байбэк был от Свена. И Свен дважды умер. Значит драка 1 в 2. Свен непонятно зачем выкупился. Непонятно зачем пришел. Ну не заюзал ты ульт. Ну не надо юзать его. Видимо не для этой драки создан твой ульт. Ну. Это дело в принципе профессиональных игроков. Решил выкупиться. Решил войти в файт. И от рук резолюшена погибает. СФ на данный момент возглавляет топ главных фармил. 9750 резолюшен заработал за этот матч. И 9600 у Сайлента. По деньгам видим какая ситуация. Более 5000 превосходства команды Эмпайр. И на 18 минуте 40 секунде они первый раз заходят на хайграунд. И выйдет за счет сноубола. И выйдет стану Цвена. Это очень круто. Тускай явно тренировали на Алоха Денси. Алоха Денс точнее явно тренировал Тускай. И вся команда Эмпайр знает как с ним работать. Маг по хп очень сильно проседает. В принципе все биты но все живы. Резолюшен по хп тоже проседает. У резолюшена Мека в принципе уже была заюзана. Но резолюшен наверное будет размениваться. Есть Аэгис. Аэгис будет еще в принципе существенное количество времени. Но почему нет. Почему не выманить на себя игроков команды Асус Полар. И не попытаться разобрать их на лоу граунде. Ну отходит у нас Эмпайр. Империя пока что не готова заходить на хайграунд. Тут есть в принципе чем еще заняться. Тауэр стоит на топе. Тауэр стоит внизу. Возможно есть смысл подраться именно за них. В любом случае активность снижать Империи не стоит. Ну я бы точно не советовал. Если хоть какой-то советчик из меня может быть. Я думаю стоит забирать Т2. И команда Империя думает примерно так же. Отправляются они на топ. Видели здесь Иллидана. Иллидан я так понимаю. Понимает что его видели. Отправляется в лес у нас Иллидан. Видит Йоку. Будет ли он с ним драться? Да он с ним будет драться. Но это явная ошибка. Ловит у нас стан Иллидан. Но в инвизию уходит. Почему-то нет просветки. Не очень понимаю почему. Почему Туск бегает со смоком. Но у него нет просветки. Что с Алоха Дэнс произошло. Непонятно уже. Который раз Иллидан вокруг пальца. Вводит всю команду Империи. Одну секунду. Есть ли вообще просветка. В принципе да. Можно покупать. В чем проблема. Я уже. Плавит немножко. Не понял. Может быть КД на просветку. Нет. Никакого КД на просветку. Нет. Варды есть. Но варды почему-то для Деввардинга ставит команда. Импайр. Почему им не хочется убивать Иллидана. Мне тоже непонятно. Что у Иллидана. У Иллидана нет выхода в. Нет выхода в линку. У Иллидана нет выхода в БКБ. Иллидан сразу же идет в дезолятор. Он готов драться. Как я понимаю. И пока что у него это неплохо получается. 2.0.3. Стата у Иллидана. И он чуть ли не наиболее полезный игрок своей команды. 9400 нафармил за все время Иллидана. Его пока не трогали на топе. Он хоть что-то довывез. Хотя собранных артефактов не видится. Давайте быстро пробежимся по Итембилду. У кого что есть уже. У Шейкера. На котором отыгрывает Йоку. Уже есть Даггер. 21-ая минута. В принципе не уже. А наконец-то есть Даггер. У Дазла. Чинмейл имеется. Я так понимаю. В медаль будет выходить у нас Дазл. У Резолюшена. БКБ. У Резолюшена. У Резолюшена. У Резолюшена. Выход скорее всего будет в Скаде. После БКБ. Резолюшен. В общем-то уверенно себя чувствует. 11500 у него Нетворс. У Туска. Имеется урна. Имеется фазы. Больше ему ничего пока. Не нужно. Но есть деньги. Купи просветку. Что же мне приходится Алуха Дэнс учить. Как вообще до такого докатилась Дота. Бристалбек. Тем временем. На котором отыгрывает Сайлент. Уже купил Санжин. Яша. Есть у него. Вангвард. Есть у него Плейт Мэй. Как я понимаю. Бристалл у нас будет выходить в Керасу. Ну а кто ему может запретить это сделать. Сайлент фармит. Как сумасшедший. 10500. У него Нетворс. И рядом никто не стоял вообще. Ну разве что Элидан. Где-то подбирается к нему. Но это Бристалбек. А это Вивер. Который стоял и в соло фармил. Пустой лайн. Причем легкий лайн. Ну понятное дело. Что Сайлент тоже стоял на легком лайне. Ну что у нас скорее всего будет драка. Фобос здесь встречается с Сайлентом. Дум бросили в Сайлента. Сайлента разбирают. Какой крутой эхо слэм от Йоко. Йоко разваливает половину команды Асус. Полар. Моментально разлетается у нас Свен. Моментально разлетается у нас Дум. Сайлент по-прежнему живой. Все игроки команды Эмпайр живы. Еще и панчем подбрасывают вверх. У нас здесь Вивера. Вивер погибает. И Лидан отправляется первый раз в таверну. И Эмпайр просто понесли. Фобос после ульты явно не рад тому, что ему приходится здесь драться в одиночку. Фобоса разваливают. Разваливают четверых игроков команды Асус Полар. И можно заходить на хайграунд. Нет Шейкера. Но черт тебя дери. Как же круто ворвался Йоко. Йоко сделал все, чтобы отдохнуть еще 15 секунд в таверне. Он сделал все, что было необходимо. Единственное, что... Хотя и фиссуру, по-моему, дал. Но за такой Эхослэм любую смерть можно простить Шейкеру. Это было нереально круто. Что, 23-я минута. 20-я секунда. Трещит у нас тавер на миде. Империя готова разрывать, я так понимаю, мидлейн. Тавер тоже Т2 спушена на нижнем лайне. Значит, будут забирать Т2. В принципе, можно и отходить. Эмпайр отходит у нас. И Асус Полар в незавидной ситуации. Во-первых, не очень удачный файт. Во-вторых, не очень удачное стечение обстоятельств для Эллидана. Как он там попался и как его развалили, мне непонятно. Немножко я пропустил, но я наблюдал за Сайнатом, который в Думе бегал. Дум тоже рассыпался от этого Эхослэма, который провязал у нас Йоку. Йоку просто феноменально ворвался. Это было грандиозно. Венжи Фул Спирит у нас пока что без урны бегает. Отлил бомжует и бомжует практически так же, как бомжует Свен. Свен с одним несчастным брасером бегает. И ситуация, в общем-то, незавидная у Полара. Посмотрим, что по деньгам. По деньгам 10 тысяч по голде и чуть больше 5 по экспе. И Лидан тем временем насобирал еще полторы тысячи. Есть Дезолятор. Но вот, собственно, чего не хватает. Так это не хватает БКБ Иллидану. Не хватает БКБ 100%. Да, он будет ловить Дум. Возможно, он будет ловить Дум. А возможно, Дум уйдет в кого-то. Оу, как же Иллидан будет ловить Дум, если Иллидан играет за Мага? Немножко, немножко, немножко скосились у меня, видимо, глаза. Нет, Иллидан, конечно, Дум ловить не будет. Ни при каких обстоятельствах. Ну, или не в этом матче, это точно. В принципе, в недосягаемости он будет для команды Empire. Сбивать БКБ нечем. Пробивать сквозь БКБ никто ничем не может. Но тут только от физухи надо будет защититься Иллидану. Есть смысл реально пойти в БКБ. И этот Ring of Hells, в принципе, отправить куда-нибудь туда, откуда он его взял, а именно в магазин. Линка здесь, по большому счету, не против кого не нужна. Что здесь сбивать линкой, мне непонятно. Разве что плевки Бристлбека. Но стоит ли это того? Вряд ли это того стоит. Конечно же, это я иронизирую. Ну, зажимается команда Asus Polar на своей базе. И, понятное дело, после такого развала можно, я думаю, постоять на базе, хоть как-то отойти. Я думаю, этим этот эхо-слэм команде Asus Polar будет сниться еще очень долго. После данного файта Кираса прилетает тем временем Сайленту. Команда Эмпайр запакована до нельзя. У Шейкера есть Даггер, есть Форс Став. У Always Wanna Fly есть, в принципе, Аркан Буци, есть Медальон. Ульта тоже имеется. Я думаю, может даже, возможно, выйти в Аганим будет. Always Wanna Fly. Так, у СФ-а что? У СФ-а уже собранный скади. Резолюшн уже со скади. И у него еще 680 голды сверху. БКБ на 9 секунд. БКБ, в принципе, юзабельный и комфортный для СФ-а. У Тузка появляется 2000 на руках. По артефактам пока что ничего у нас Тузк не вынес. Барабаны одним кликом покупает у нас Алоха Дэнс. И, в принципе, все артефакты для тимфайтов имеются. Есть ли у кого-то Мека? А, да, Мека, конечно же, есть у Резолюшн. Но здесь и нон-стоп Мека от Дазла. Разумеется, я имею в виду Shadow Wave. У команды Asus Polar дела не настолько крутые, как у Эмпайр. По графикам это понятно. За 10 перевалило преимущество Империи. За 7500 по Экспириенсу. Хорошо, что по Экспириенсу еще держатся Полярные Медведи. Ну, по артефактам давайте пробежимся. У Вивера появляется Кристаллис после Дезолятора. Что у нас у Мага? У Мага есть Аганим. Дум уже будет более-менее ощутим. У Лила ничего нет. У Фобоса тем временем появляется Плейтмейл и 1500 еще на руках. Лил выходит у нас в Шивасгвард. Также, конечно же, есть Владмир у Лила и негрой жены Тапок. Но, в принципе, грейдить его нет смысла. Основная драка от Фобоса у нас, конечно же, в состоянии Праймал Сплит. Выходит команда Эмпайр на... Заходит на хайграунд. Разваливают они Т3 по нижней линии. Т3 падает без проблем. Нет, в принципе, глифа и ничем не остановить команду Эмпайр. Врыв у нас от Сайлента. Моментально Сайлент ловит Дум. Здесь также поднимают воздух у нас Дума. И еще один Эхо Слэм, не настолько эпичный, но крутой у нас от Йоку. Йоку отходит здесь, в принципе, на фулл ХП. Непонятно, почему назад погнали команду Империю. Они вчетверу могут драться против троих. Но ждут, видимо, когда закончится ульт Фобос. А ульт Фобоса закончился. Свен отъезжает в таверну. Где у нас Фобос? Фобос должен делать даггерраут отсюда. Потому что Фобосу отсюда просто так не уйти. Туск фуловый. Резолюшн фуловый. У Резолюшна даже не сбили Аэги. Свен выкупается. Свен дает стан в Алоха Дэнс. Как будто Алоха Дэнс здесь больше всех с руки бьет. Алоха Дэнс вообще не бьет с руки. С руки наваливает Резолюшн. У Резолюшна 230 с руки. Моментально разваливается у нас Йоку. Здесь ворвались с него очень удачно. Резолюшн пошел наваливать по спине Свену. Свен, в принципе, неплохо так огребает. Еще бы. У Резолюшна есть Скадью. У Резолюшна по дамаге больше всех, наверное, на карте. Где наш Вивер? Иледан здесь. Есть, кого будет бить Иледан. Иледан, в принципе, должен забирать Алоха Дэнс. Как я понимаю, погоня за Алоха Дэнсом. Две тычки у нас в Алоха Дэнсе. Алоха Дэнс умирает. Погоня за Резолюшн. Ну что, минус три уже для команды Асус Полар. Империя развалилась и потихонечку отходит. Но удалось снести половину милишного барака. И барак этот будет восстанавливаться, что не очень приятно для Империи. Но, тем не менее, снесли Т3. Снесли половину милишного барака. Следующий заход, я думаю, будет более ощутим. И Лайн должен упасть. Хотя то, как по щам отхватила Империя, я думаю, ненадолго эту ситуацию запомнят. Венжи Фулл Спирит с пробором посередине. Очень красивая. Ты здесь одна. Конечно же, нет. Хватит смотреть Доту, черт тебя дери. Резолюшн отправляется у нас на Миту Резолюшна. Имеется Яша. У него есть рецепт на Манта Стайл. Остается совсем немного до Ultimate Orbo. И можно будет еще сильнее наваливать команде Асус Полар. Ну, конечно, ситуация немножко, хоть и справилась. Но это не ощутимо, потому что за 12 переваливает по-прежнему преимущество Империи. Асус Полар пока что не знает, чем ответить. Три фрага были сделаны здесь. Но эти фраги были сделаны за счет огромного количества байбеков со стороны Полярных Медведей. За счет удачно проюзанных станов и прочей лабуды, которая имеется в скиллбилде каждого из персонажей. У Вивера тем временем D200 на руках. Он меня больше всех интересует. У Иллидана главная ударная сила команды Асус Полар. Вместо Шивас Гвард, как мне казалось, Фобос покупает Кирасу. Она у него уже готова. Смог провязала команда Полар на своей базе. А значит, они готовы драться. И я думаю, сейчас об этом узнает Империя. Что у нас у Резолюшена? У Резолюшена по-прежнему есть Аегис. Аегис пока что не пропадает. Ничего о нем нам не пишут. Имеется собранный Манта Стайл. Летит ли он сюда? Да, скорее всего, выложит Ринков Аквил. Аегис пропал. Пропал Аегис у Резолюшена. По таймингу все хорошо. Ульта пошла от Онвесфона Флая. По дамаге у каждого будет через 10 секунд вложенная Кираса. Фобос влетает здесь. Клэпает. Разультился. Резолюшен входит в БКБ. Надо Резолюшен ультить. Резолюшен раздувается. Ультит. Попадает немного совсем по дамаге. Но режет дэмэдж каждому из игроков. Асус Полар с руки разваливает мага. Йока, черт тебя дери. Что творится в этом матче? Йока просто феноменальные эхо слэмы раздает. Еще один эхо слэм. Минус 3. Для команды Империя Йока чокнутый. Просто сумасшедший. Забаньте его. Удалите из доты. Что такое? Если это видели дети, то это надо закрывать плашкой 18+. Йока в очередной раз дает просто крутейшую. Крутейшую ульту. Насколько это можно было круто сделать. Йока это сделала. И даже чуть-чуть получше. Короче говоря, вишенка на торте. От команды Импайр. Ну что, поздравляем Империю с победой в первом матче. ГГВП пишет. Асус Полар. Но я думаю, можно было 10 минут назад это делать. Хотя, видимо, решили сами посмотреть на крутейший Йока. 100% входит у нас в хайлайты. Данные касты от Шейкера. Йока MVP матча 100%. Ну, как минимум, наиболее красочный персонаж, который смог сделать игру, я думаю, как минимум, незабываемой. Ну что, переключаемся на следующий матч всего через несколько минут. Еще раз напомню, игра протекает в формате Best of 3. Это сетка победителей. И проигравший выпадает из нее и попадает на Ninja in Pijama, с которым у нас сегодня победили ПРов. А победитель переходит в гранд-финал. И где будет ждать победителя пары Ninja Pijama и того, кто сегодня отскочит. Пока что Virtus.pro, конечно, не Virtus.pro, а Asus Polar пока что отстают на одну победу. Поздравляем империю с вполне уверенной победой в этом матче. Ждем ответные встречи и не переключаемся. Субтитры создавал DimaTorzok